9 июня исполняется 350 лет со дня рождения Петра I, русского царя, первого российского императора, выдающегося государственного деятеля, дипломата и полководца. К юбилейной дате в рамках Петровских дней библиотеки сотрудники Волховского городского культурно-информационного центра имени Пушкина подготовили цикл мероприятий, посвященных этой дате. Личность Петра I не исчерпывается сухими историческими фактами. Он всегда служил источником вдохновения для людей искусства. Примером тому служит иллюстрированная выставка «Красуйся, град Петра», предоставленная Всероссийским музеем Пушкина. Портреты Петра Великого, его современников, виды Петербурга отлично передали дух эпохи. Сейчас у нас в библиотеке проходят Петровские дни. Юношеский абонемент подготовил театрализованную историческую игру «Эпоха славная Петра». 30 мая по старому стилю был день рождения Петра Алексеевича. Но сейчас он празднуется 9 июня. Почему вы выбрали Пушкинский зал? Как-то пересекаются эти времена? Нет, но у нас тут получилось поставить такую шикарную выставку и создать атмосферу, чуть-чуть напоминающую Петровские времена. Юбилею Петра I в Кицамине Пушкина посвящен целый ряд мероприятий. Одним из таких мероприятий является литературно-музыкальный вечер «Петровская ассамблея», который прошел 30 мая в клубе любителей умного чтения «Луч». Ассамблеи были учреждены Петром I в 1718 году. Они были прообразом досуговых мероприятий, виденных им в Европе. В ходе ассамблеи книголюбы узнали не только о культурных преобразованиях Петровского времени, но и смогли погрузиться в атмосферу праздника того времени. Ведущие ассамблеи познакомили книголюбов с историей ассамблей, рассказали о правилах поведения на ассамблеях, о моде XVIII века. Главным увеселением на ассамблеях были музыка и танцы. Не обошлось и без театрализации. В роли Петра I перед присутствующими предстал давний друг клуба «Луч», журналист Виктор Александрович Скорых. Мы надеемся, что этим вечером мы подарили нашим читателям удивительное настроение, незабываемое впечатление. Алексей Петрович, Вы, как постоянный посетитель библиотеки Кицы имени Пушкина, участвовали в ассамблее, посвященной Петру I. Поделитесь впечатлениями. Ну, естественно, вот, Петр I, любимый из моих царей, которых я люблю, потому что всё-таки город Петербург, который он организовал, вырастил столько талантов на Руси, что не перечислено, и пальцев не хватит, у меня ни на ногах, ни на руках, понимаешь. И художники, и архитекторы, понимаешь, и писатели, кто только, понимаешь, не выращен, понимаешь, в городе Петра. Вот, поэтому и для меня вначале, вот, когда приехал в Ленинград бывший, вот, я влюбился в дело по уши, понимаешь, в этот город Петра. И, конечно, всё, что по округе там, вот, Петродворец, Пушкин, значит, Павловск, вот, и, в общем, все окрестности Игарчина, всё это, вот, блистает, жерельем прямо-таки, вот, почти в день любовь осталась у меня, в общем, к этому. Поэтому, естественно, вот, юбилей Петра, вот, это достойное событие, вот, нашей жизни. И я, конечно, вот, ну, я был в ассамблее, в которой приготовили вот тут библиотеки, вот, мне понравилось, что сценические, такие, в стенке ассамблее, всё из прошлого, что прочитано было, по указу Петра I, это обхохочешься для нашего времени потешнее. Так что очень понравилось. Самодержавную рукою он смело сеял просвещение. Не презирал страны родной, он знал её предназначение. Субтитры создавал DimaTorzok